Грамматика английского языка, 5 класс, часть 1, 102 упражнение. Проставляем артикли. Здесь, заметьте, у нас основной упор на имена собственные. Итак, первое. Ты когда-нибудь был в Северной Ирландии? Что такое Северная Ирландия? Страна. Страны у нас в основном пишутся без артиклей. Напоминаю, кроме тех стран, в названии которых есть слова Штаты, Королевство, Федерация, Республика, парочку еще других, но пока что вот эти у вас основные. И еще есть исключения, хотя в вашем классе их еще нет, там Ватикан, еще Нидерланды, но вы их пока не встретите. То есть, смотрите, если в названии страны нет вот тех четырех слов, значит, она ставится без артикля. Соединенное Королевство, United Kingdom, омывается Атлантическим океаном, на севере. United Kingdom, конечно, вот это слово, киндом, королевство, поэтому артикль обязательно нужен. Омывается Атлантическим океаном. Все названия океановых, кстати, не так много, как морей, например. Но, тем не менее, это все будет the. На севере. Запомните просто выражение, что на севере, на юге, к востоку, к западу это все будет также писаться с the. The United Kingdom is washed by the Atlantic Ocean in the North. Третье. На юге Уэльса есть ли какие-то реки? На юге. То же самое, как и на севере. Артикль the. Секунду. Определенный z требуется. А Уэльс – это страна. У нее в названии, конечно, нет никаких королевств, федераций, вот этого нет, поэтому ставится без артикля. Are there any rivers in the south of Wales? Четверка. Азовское море находится на юге России. Моря. Вот название морей, океанов, давайте сразу вспомним, озер и рек, кстати, проливов, заливов, вот, как я говорю ученикам, водичка. Видите водичку? Все, скорее всего, там будет артикль, потому что с озерами там небольшое есть исключение, но в основном просто правило вода есть, ставим the. То есть поставили Азовское море, конечно, the, находится на юге, мы уже видели, на юге, на севере, на востоке, это все требует the. Россия, просто название страны Россия, про федерацию здесь ничего не сказано, то есть если не написано федерация, вы ориентируйтесь просто на само название, которое вам дано. У нас никаких тут других нет там федерации, поэтому здесь, конечно, без артикля. The Aze of Sea is in the south of Russia. Пятое, я хочу поехать в Южную Америку когда-нибудь. Южная Америка, название континентов, материков, частей света, это все без артикля. I want to go to South America someday. Египет находится к югу от России. Египет, название страны, в своем названии не имеет вот тех четырех слов, ставим без артикля. К югу, как и на юге, это все требует артикли, да. Россия, мы уже, конечно, ее, надеюсь, все запомнили давно еще, то есть без артикля. Egypt is to the south of Russia. Седьмое. Тепло ли в Северной Америке сейчас? Северная Америка, как и Южная Америка, конечно, без артикля, то есть континенты, материки. Is it warm in North America now? Он написал много книг про Южный полюс. Он написал много книг. Но много это вы все уж точно знаете, что это a lot of. После a lot of мы не ставим никогда артиклей. Про Южный полюс тут особый объект, который нужно запомнить, что Северный и Южный полюс, это все пишется с артиклем, определенным the. He wrote a lot of books about the South Pole. Девятка. Уэльс находится в западной части Великобритании. Уэльс мы уже встречали, это название страны без ничего. Находится в западной части. In the western part. Великобритания. Вот здесь, кстати, тоже многие ошибаются, ставят определенный артикль. Ну, вроде как, название страны, да, и состоит из двух частей, как-то вот привыкшие многие, что сразу ставить там артикль не нужно. То есть напомню, опять же, эти слова, которые влияют. Королевство, Штаты, Федерация, Республика. Раз нет, все смело, ставьте без артикля. Этот вид рыб живет в Черном море. Этот вид кого-чего рыб. Никаких-то определенных, а в целом этот вид рыб ничего не ставим. Живет в Черном море, как и все моря. Черном море его название ставится с артиклем «да». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова